Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Дружба крепкая. Бабрусской Тольятти подписали соглашение о сотрудничестве. Мы прекрасно понимаем, как важно сегодня находить и сохранять наши дружеские отношения. Что больше всего интересует Побратима? Взрывоопасный сюрприз. На центральном пляже обнаружили гранату. Соперно-перетехническая группа обезвредила данную находку. С каких времен сохранился боеприпас? Медлячок, чтобы ты заплакала. В пятницу в белорусских школах проведут выпускные вечера. Нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в ночное время вне жилища без сопровождения родителей не допускается. Куда молодежь отправится дальше? А также успешный опыт, почетный донор и знойный день. На конец рабочей недели объявлен желтый уровень опасности из-за жары. Как избежать теплового удара? От торговли до совместных производств. Президент встретился с губернатором Курской области. Александр Лукашенко отметил готовность Минска участвовать в программах по модернизации ключевых секторов экономики региона. В области два года назад приняли стратегию социально-экономического развития на 10 лет. У Беларуси в этом проекте может быть своя особая роль, вплоть до совместных предприятий по сборке техники. Мы готовы оказывать вам услуги по капитальному ремонту жилья, проектированию, проведению инженерных изысканий. Готовы строить под ключ, готовы поставлять вам лифтовое оборудование. Я знаю, что в любом городе, как в Беларуси, так и в России в этом нужда есть. Мы можем успешно дополнять сферы агропромышленного комплекса друг друга. Здесь у нас наработки есть определенные, и вы тоже о них знаете. Готовы предоставить современные технологии и оборудование по водоочистке, водоотведению. Жизнь нас заставила в Беларуси этим заниматься. И чистая вода – это здоровье человека, это каждый понимает. В Беларуси эта программа успешно реализуется. Если нужно, мы можем подключиться к реализации подобных направлений на вашей территории. Курская область – важный и давний партнер Беларуси. Товарооборот за январь-апрель этого года вырос почти вдвое. Сейчас он превышает 200 миллионов долларов. К слову, Россия планирует выделить полтора миллиарда долларов на участие нашей страны в программах импортозамещения. В продолжении темы. Бобруйск и Тольятти подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь нас ждет плодотворное взаимодействие в культурной, спортивной, торгово-промышленной и экономической сферах. По-братиму интересна наша продукция легкой пищевой и нефтехимической промышленности. О точке на карте на берегу Волги – Мария Бересневич. Бобруйск стал первым белорусским городом по-братимам Тольятти. Подписи в договоре в день 285-летия российского региона поставили Александр Студнев и Николай Ренц. В нынешних реалиях открылись новые возможности. Теперь нас ждет плодотворное сотрудничество в культурной, спортивной, торгово-промышленной и экономической сферах. Мы будем сегодня дружить непосредственно и с предприятиями, и с нашим малым и средним бизнесом. Это позволяет, в первую очередь, развивать нашу экономику наших городов, находить новых партнеров, которые будут уже в дальнейшем сотрудничать и работать на уровне своих предприятий и организаций. Но самое главное, мы прекрасно понимаем, как важно сегодня находить и сохранять наши дружеские отношения. Тольятти – родина копеек, шестерок и ниф. Городообразующее предприятие – автоваз. Поставкой центробежных насосов сюда планирует заняться Бавруйский машиностроительный завод. Это станет еще одним шагом к импортозамещению. Раньше российская компания закупалась в Германии. Мы заключили намерение о продаже продукции с Куйбышевский азот, синтез каучук, автоваз. Проведены были переговоры. Первые шины для автоваза, кстати, произвели именно на Бавруйской белшине. В город Побратим отправились и представители промгиганта. Предприятия сотрудничали много лет, однако в прошлом году из-за санкций поставки прекратились. Но сейчас, после смены акционера, снова появились возможности вернуться на российский конвейер. Предприятие разрабатывает полугодовую свою программу производственную, в ходе которой будет рассчитано на то необходимое количество шин, в том числе и от нашего предприятия. Поэтому у нас есть уже предварительная договоренность о том, что мы возобновим свои поставки. И второе предприятие – Тольятти Каучук, которое является основным поставщиком синтетических каучуков на наше предприятие. Мы обсуждали планирование объема и условия поставки на второе полугодие этого года. Побратиму интересна также продукция легкой и пищевой промышленности бавруйских производителей. Тольятти – крупный экономический центр, один из самых молодых и динамично развивающихся регионов страны. Точка на карте – на берегу Волги. Город разнообразен природой, архитектурой и жителями. Представлено здесь свыше 100 национальностей. Мы намерены обсудить с белорусской стороной вопрос покупки техники для обслуживания городских магистралей, улиц. На наш взгляд, здесь нам много что надо предпринять. Следующим этапом сотрудничества станет ознакомление сторон с возможностями городов и кооперацией между предприятиями и организациями. В ближайшее время партнеры встретятся снова. Российская делегация сделает ответный визит на 635-летие Бобруйска. Мария Бересневич, Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Радиус поражения до 150 метров. В Бобруйске на центральном пляже обнаружили ручную противопехотную гранату. О находке стало известно накануне около половины шестого вечера. Боеприпас «Ф-1» сохранился еще со времен Великой Отечественной. Прибывшая саперно-пертехническая группа обезвредила данную находку. Специалисты напоминают, в таких ситуациях следует незамедлительно сообщать в милицию. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям. Интерактивная архитектура, доступные профессии и мировой уровень. БГУ поднялся в рейтинге лучших вузов. Какие критерии отбора? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Минтруда сократит перечень недоступных для белорусских женщин профессий на 93 позиции. Среди них дальнобойщики, трактористы, альпинисты, машинисты в метро, добытчики торфа. К слову, список был разработан еще в советские годы. Последние изменения внесли в 2014-м. Убрали почти 70 пунктов. БГУ сохранил и улучшил свою позицию в рейтинге 1% лучших вузов. Университет поднялся на 7 строчек и занял 288 место. КЮЭС считается одним из самых уважаемых источников в мире. Критерии – репутация, качество преподавания, количество иностранных преподавателей и студентов, трудоустройство после обучения. В Беларуси максимальный возраст доноров крови и ее компонентов планируют увеличить до 65 лет. Сегодня это 60. Согласно новому законопроекту, сохранятся все принципиальные гарантии, в том числе компенсационные выплаты. К слову, сейчас в республике только почетных добровольцев около 66 тысяч. Всего же их больше 100. Госкомитет по имуществу займется развитием в стране 5D-технологии. Направление поможет в продаже земель и реализации неиспользованных строений в большем объеме. Интерактивный паспорт – пространственная модель здания с реальными габаритами, которая позволяет совершать виртуальные туры по объектам. Желтый уровень опасности и до плюс 32. Такой прогноз обещают на пятницу по республике. При жаркой погоде высока вероятность возникновения природных пожаров. Важно также помнить, что может случиться тепловой удар. На период с 12 до 16 часов приходится температурный пик. В это время лучше оставаться в тени. Уже в пятницу 150 тысяч белорусских школьников скажут «Прощай, школа!». Выпускные вечера пройдут в учреждениях образования. Примерно в 20.00 ребятам начнут выдавать дипломы. На это время будут усилены меры безопасности. В помещениях будут дежурить сотрудники милиции. А на прилегающей территории группы быстрого реагирования. Гости в состоянии алкогольного опьянения, а также те, кто откажется от досмотра личных вещей, не попадут на праздник. Для молодежи запланированы различные культурно-зрелищные мероприятия в увеселительных заведениях и иных местах отдыха. Такие объекты также будут взяты под особый контроль. Напоминаю, что за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте, либо появление там в состоянии опьянения, предусмотрена административная ответственность. А нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в ночное время вне жилища без сопровождения родителей не допускается. А уже 14 июня стартует централизованное тестирование. Резервные дни 12, 14 и 16 число. Последние испытания запланированы на 6 июля. Приемы зачисления в учреждения образования проведут с 18 по 24. На платное отделение до 8 августа. Форма им к лицу. Курсанты Университета гражданской защиты МЧС посетили Бобруйск в рамках учебной практики. В программе у молодых людей профилактическая работа в частном секторе. За три дня будущие спасатели объехали 27 населенных пунктов. Акцент на печах, электропроводке и даже уборке территорий от мусора и травы. В ближайшее время станут офицерами МЧС, придут к нам на службу. И эта работа рассматривается в том числе в рамках той непосредственной деятельности, которую они будут осуществлять в дальнейшем. То есть для них это и обучение, и получение опыта, и навыков. Одна из важных задач – научить детей правилам безопасности, которые в будущем уберегут их от беды. Заинтересовать малышей непросто. Прибегают к разным способам. Познавательные игры, спортивные конкурсы, выставка техники и показательные выступления. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok